МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легендарные музыканты возвращаются. Джеммера Квай выпустила свой первый за последние 7 лет альбом и выступила с живым концертом. Тысячи людей вышли на Жандармен Марк в Берлине, чтобы принять участие в движении Пульс Европы. На этот раз в акции принимали участие более 6 тысяч человек. Гражданская инициатива Пульс Европы выступает за сохранение Единой Европы. Я вышла на эту демонстрацию в поддержку Единой Европы. Я выступаю за это, так как Единая Европа дала нам более 60 лет мира. И мы все наши проблемы преодолеем только сообща, как Единый Союз. И обратите внимание, как много людей по всей Европе сейчас обеспокоены этим же. И потому они выходят на демонстрации. Я убежденный европеец. Я вырос в Единой Европе. И я вижу те опасности, которые подстерегают всех нас, если наша Европа распадется. Я против распада. Именно поэтому я здесь, чтобы продемонстрировать свою позицию за европейское единство. По словам организаторов, нынешняя акция особенно важна, так как проходит после официального старта Brexit и накануне президентских выборов во Франции. Демонстрации сторонников немецкой гражданской инициативы «Пульс Европы» проходят почти каждые выходные в различных городах Европы. И их число продолжает расти. Спустя несколько месяцев после основания движения за действиями активистов следят около 15 тысяч пользователей Twitter и 74 тысячи пользователей Facebook. Основатель «Пульса Европы» — юрист из Франкфурта. Германия — одна из самых активных участниц акции. Демонстрации гражданской инициативы проходят одновременно в 35 городах ФРГ. В ресторане «Мадрида» отказались обслуживать русских женщин. Администрация заведения отказала с формулировкой «люди русского происхождения не приветствуются». История получила огласку через социальные сети. Ее рассказала организатор мероприятия для русскоязычных, на которые были приглашены девушки, живущие в испанской столице, их мужья и друзья. Организатор мероприятия Анастасия Самоторова написала на своей странице в Facebook. Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида. Она рассказала, что женское русскоязычное сообщество в Мадриде периодически собирается большой компанией. На праздновании 8 марта было около 150 человек, а на 1 апреля планировалась вечеринка на 100 человек. И сотрудник заведения Сагарди сообщил накануне, что резерв аннулирован. Причина — люди происхождением из России не формат заведения Сагарди и не приветствуются в его заведениях. «Никогда в моей жизни я не чувствовала себя настолько униженной», — написала в Facebook россиянка. После инцидента она обратилась в полицию с заявлением о дискриминации. Спустя некоторое время владелец группы Сагарди принес извинения за поведение и манеру общения своего сотрудника и пообещал подготовить сообщение с публичными извинениями. Люфтганза ввела обязательный контроль своих пилотов на употребление алкоголя, наркотиков и медикаментов. Обязательная проверка членов летного состава вводится с 21 апреля. Авиакомпания сообщает, что проверять будут всех, независимо от возникновения подозрений в употреблении пилотами алкоголя, наркотиков или медпрепаратов. В Люфтганза объясняют введение контроля тем, что такие проверки позволят повысить безопасность полетов. Напомним, это не первое нововведение Люфтганза, связанное с усилением мер безопасности. В авиакомпании действует так называемый принцип «двух пар глаз». Его ввели после катастрофы самолета дочерней авиакомпании «Дерман Винкс» два года назад. Тогда второй пилот запер дверь кабины изнутри и сознательно направил авиалайнер в гору. Все люди на борту, 150 человек погибли. Это произошло в момент, когда командир вышел ненадолго из кабины. После катастрофы в Люфтганза действует правило, согласно которому в кабине постоянно обязаны находиться минимум два человека. Легендарные Джемми Раквая возвращаются. После долгого перерыва они выпустили новый альбом «Автоматон». Британская группа уже разместила все эти клипы на заглавную песню. Джей Кей и его проект возвращаются после почти семилетнего перерыва. Новый альбом стал в их дискографии восьмым. По словам лидера группы, вдохновением для альбома послужил подъем искусственного разума и технологий, а также тот факт, что люди начали забывать более приятные, простые и выразительные вещи. Джемми Раквая – лауреаты премии Грэмми. Их последний на данный момент альбом вышел в 2010 году. Основанная в 1992 году, группа полюбилась слушателям сразу после выпуска их дебютного альбома «Emergency on Planet Earth» в 1993 году. В результате ошеломительного успеха, который обрушился на основателя группы Джей Кей и членов команды, Джемми Раквая продала более 26 миллионов пластинок по всему миру, выиграла две премии Грэмми и даже получила ряд мировых рекордов Гиннесса за выступление на борту самолета в полете. С 2010 года группа не имела ни одного живого концерта. Впервые после такого перерыва Джемми Раквая вышла на сцену с живыми концертами в Париже и Лондоне в конце марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова